Волгарский путь Если говорить конкретнее, то реконструкторов было около 150 человек, представляющих 25 клубов из 12 городов, от Ренбурга и Кирова до Москвы и Харькова. Волжский путь считается крупнейшим по Волжьим фестивалям по раннему средневековью, то есть по периоду до 1100 года нашей эры. Что же касается географии и реконструкции, то большая часть из них представляла Древнюю Русь и Скандинавию. Но были здесь и другие народы древности, например, древние морицы и, конечно же, древние булгары. Кстати, по словам реконструкторов, смены мест они весьма довольны. Ну, если честно, и мы, ребята, просто в восторге, потому что это такая квинтэссенция того, что мы искали долго в Ульяновской области. Она сама недавно строится, поэтому, в общем-то, длительное время мы были на другой площадке и появилась возможность найти что-то действительно подходящее под интересы всех. То есть у нас здесь есть и водоем, потому что, ребятам, ну, конечно, и жарко, и в будущем мы планируем, может быть, развитие в сторону флота, лодок, здесь может быть какой-то исторической регаты. То есть очень большая возможность дальше развиваться в новых направлениях. Для зрителей же главным плюсом нового места стала его компактность. Здесь все очень близко. И первые, кого встречали посетители фестиваля, были ярмарочные торговцы. Выбор на торжеще был весьма большой, начиная с мечей, деревянной посуды и домотканного льна, и заканчивая игрушечным оружием и сувенирами, которые пользуются популярностью у современных людей. Здесь же, в торговых рядах, можно было найти и тех, кто проводил мастер-классы по разным ремёздам. Здесь я представляю мастер-класс по набойке. Эта технология была довольно распространена в Средневековье. С её помощью имитировалась вышивка на дорогих тканях. То есть это как бы вариант для более бедных людей, что ли. Издалека такая одежда казалась красивой, нарядной. Сблизи не очень, конечно, да, но многие её любили. Но всё-таки центральное место фестиваля – это арена. Она же аресталище. Зрители отсюда практически не уходят, потому что бои идут не прекращаясь, с редкими перерывами. Тут вам и массовые сражения, и бои дружин, и конные состязания. Бьются войны сильно. Однако о том, что завтра они из викингов и витязей станут людьми 21 века, стараются не забывать. Мы все друзья. Все это понимают, что завтра всем на работу идти. Стараешься бить туда, где травму минимально получить. То есть это лучше в шлем, допустим, ударить, чем в лицо. Или там, если ты сзади подбегаешь, то не нужно там всего размаху бить. Или пьют там не по спине, не по позвоночной столбе, а лучше там по мягкому месту ударить. То есть такой подход. Что касается тяжести доспехов, про которые можно прочитать в учебниках истории, то в раннем Средневековье облачения среднестатистического воина любой страны, хоть викинга, хоть с лавенина, хоть степняка, особой тяжестью не отличались. Но и лёгкими их не назовёшь. Щит, допустим, весит около 3 килограмм. То есть там доска клеенная, оттянута кожей, с остальным убоном. Плюс соединено всё на стальные гвозди. Примерно, ну, там около 3 килограмм весит. Шлем весит 2-2,5 килограмма. То есть в зависимости тоже от объёмов головы, там от размеров. Меч полтора килограмма, ну, максимум полтора килограмма. В основном там от 900 грамм, то есть это, там, более клинки узкие могли быть, там, или тонкие. Там 1200. Вот, это средний меч. Кольчуга тоже в зависимости от габаритов человека от 8 до 12 килограмм весит она. Если же после посещения фестиваля вы решите заняться реконструкцией, учтите, хобби это не дешёвое. Тут всё как в древности. Дружинка одевал себя сам. И чем крепче он хотел иметь защиту, тем больше денег на неё должен был потратить. И о красоте, конечно, тоже не забывали. Если считать все бытовые предметы, посуда, одежда и прочие мелочи, ну, наверное, 1100 можно уложить. Главная фраза – уложиться. Ну, всё зависит от мастерской, от качества изделия. Есть мечи с простыми, например, рукоятями-навершиями. Есть мечи с литыми, с бронзовыми рукоятями-навершиями, с украшениями различными. Шлема также есть, просто металлические, кованые, клёпанные. Есть шлема, в которых используется латунь, медь и другие такие полудрагоценные, даже драгоценный металл, серебро и даже позолото. Конечно, такой шлем может один стоить, там, в районе 100 тысяч рублей. А пока на ресталищи идут бои, в лагере реконструкторов течёт спокойная жизнь средневекового полевого стана. Кто-то разводит костёр, кто-то готовит еду, а кто-то уже сидит за столом, готовясь к обеду, вдыхая ароматы только что приготовленного мяса. Всё как тысячу лет назад. Чем отличается, условно говоря, выезд реконструкторов на фестиваль от выезда обычных туристов, которые, казалось бы, тоже с палатками, тоже с кострами? Ну, отсутствием удобных, из лёгких материалов, современных каких-то приспособлений туристических. То есть, если котлы вот сейчас посмотрите, то есть, они такие нормальные, толстостенные, железные котлы, посуда глиняная, сундуки деревянные. То есть, это всё очень трудоёмко и тяжело перевозить, но и перевозилось-то это не на себе, если мы говорим об истории. Перевозилось, транспортировалось либо на каких-то обозах, либо, как правило, на кораблях. Проситься на обедке реконструктора мы всё-таки не стали. А вот от воды из настоящего глиняного кувшина, да ещё из рук представительницы Древней Руси, не отказались. Вода реально средневековая, вот чувствуется. Десятый век? Десятый. Десятый. Русь? Русь. Русь. Вот она, вода из Руси. А потом ещё и квасом от славянок Вятича и древних мариек угостились. Квас ещё древнее, он девятого века. Мариинский квас. Ядрёный. Спасибо. Да, средневековое гостеприимство мы испытали на себе в полной мере. Ведь тогда каждый, кто вошёл не то что в дом, а в селение, считался гостем и принимали его соответствующим. Гостеприимство – это особенность волжского пути. Кстати, не исключено, что кроме исторического фестиваля, булгарская застава примет и другие мероприятия, соответствующие тематике. Мы планируем эту площадку развивать и дальше. Именно это было условием представления субсидий регионального бюджета организаторам. Поэтому мы планируем, что данная площадка будет гостеприимно принимать фестиваль в следующие годы. Но мы не хотим ограничиваться однократным использованием этой площадки в течение года. У нас уже есть определенные планы, которые мы обсуждали с клубом реконструкторов-организаторов, на использование этой площадки круглогодично. Тех, кто пробыл на фестивале до самого вечера, ждали самые разные сестязания на арене и концерт группы «Скола». Нам же нужно было спешить. Мы уверены, что на следующий год мы и сотни ульяновских любителей истории снова встретимся здесь, на берегу Ульяновского залива, на фестивале «Волжский путь». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...